Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день вас ждут свежие обзоры на всё, что появляется в нашей игре. Ну и в этом видео мы с вами покрутим рулетку на TSL 7 Defender. Это коллекционная машина 8 уровня и в случае, если вдруг она у вас есть, то вы получите компенсацию. Но не торопитесь радоваться, потому что компенсация будет не настолько велика, как та сумма, которую вы можете вложить в данную рулетку. 3 750 и вероятность выпадения машины 0,03%. При этом всём здесь ещё есть, по моим подсчётам, 8 контейнеров на TSL 7, из которых вы можете получить эту же машину. С вероятностью, кстати, 11% данные контейнеры могут выпадать и контейнеры собери их все немножко меньше. С вероятностью 10%. Ну, понятное дело, что вы заберёте себе свободный опыт с вероятностью 66,5%. Здесь к гадалке не ходи. В отношении того, что занимает предпоследние места в данной рулетке, это хранитель неба и TSL GAN. Но дело в том, что на Defender никаких уникальных внешних видов дополнительных нет. Ну, разве что по поводу Defender PT-шки, можем поговорить. Там действительно он есть. Ну, а к этой тачке не предусмотрен. Анимированный аватар, ну, как бы в особой ценности не несёт в себе. А в отношении X5, да, штука неплохая и тем, кто прокачивает себе веточки, может помочь. Но, ребят, стоит отметить, что это восьмёрка. И в рулетке, в принципе, кроме контейнеров на эту же восьмёрку, вы ничего ценного не найдёте. Ну, разве что, если вы считаете ценностью, собери их все. В отношении самого контейнера на TSL стоит отметить, что здесь есть голда. Но вероятность выпадения золота в каком-то нормальном размере, ну, я бы сказал, допустим, в районе 1000 голды, это всего лишь 3,5%, и с большей вероятностью вы саму машину заберёте себе там, где 5% выпадения. Поэтому, ребят, говорить о том, что данная рулетка стоящая, можно было бы, если бы не ценник, а ценник здесь действительно кусается. Это, ребят, восьмёрка, и для того, чтобы её забрать, с учётом того, какой процент выпадения на данную машину, скорее всего, вы заберёте где-нибудь в конце рулетки. А конец рулетки, ребят, это 25 тысяч золота. Ну, и вот стоит задаться вопросом, на каком конкретно прокруте стоит остановиться именно вам, потому что рулетка, как я уже сказал, далеко не дешёвая. В моём случае имеет смысл дойти где-то до седьмого или до восьмого прокрута как максимум, и сейчас объясню почему. Ну, дело в том, что TSL, во-первых, у меня уже есть, как видите, в ангаре находится, но крутить буду рулетку, во-первых, для того, чтобы вам показать, на каком прокруте что будет выпадать приблизительно, ну, а плюс к тому, да собирать всё-таки талисманы на TSL-7, мне не хватает открытия всего трёх контейнеров, шанс выпадения неплохой, ну и, соответственно, я в любом случае соберу себе эту тачку и получу 3750 голды компенсацией. А если выпадет ещё и сам танк, то ещё 3750. Но это у меня, а вы свою математику считайте самостоятельно. Ну что, ребят, давайте начинать крутить, крутим на 100 голды, скорее всего, будет собери их все, либо контейнер на TSL. Но, давай, собери их все. Всё-таки шансы, шансы довольно не маленькие, да, там на свободку шансы просто конские по размерам, но при этом всём хотелось бы отметить, что рулетка, скорее всего, будет сначала давать вам что-нибудь вкусненькое, типа контейнера, для того, чтобы у вас было желание крутануть её ещё раз. Кстати, стоит отметить, что свободка с вероятностью 66,6 два раза будет выпадать, и я больше чем уверен, что большинство из вас в первую очередь заберут себе свободку. Возможно, кстати, вам ещё выпадут иксы, которых три раза можно забирать из этой рулетки. Вот они, пожалуйста. Хотя шанс выпадения был, я бы сказал, не сильно высок по сравнению, допустим, там, с теми же самыми пятью с половиной тысячами свободного опыта. Ну, давай, вот сейчас будет контейнер. Нет, не угадал. Но я вот сейчас был больше чем уверен, что выпадет именно контейнер, для того, чтобы опять-таки такой себе маленький кусочек конфетки положить в рот игроку. Вот они, вот они, собери их все. Ладно, крутим ещё раз, скипнул случайно, надо было открыть. Ну, если что, вернёмся к этому вопросу, если сейчас собери их все, ещё раз дропнет. Первый контейнер на TSL-7. Ну, что приносит, кроме талисмана 28-го мне в копилку? 100 голды! Просто великолепно! Но, по крайней мере, 28-й талисман забрал, уже, слава богу. Осталось два. 1300. 1300. И вот здесь у меня есть лёгкое сомнение в отношении собирания контейнеров TSL, в моём конкретном случае. Возможно, игра мне не будет давать эти контейнеры по одной простой причине, потому что игра знает, что у меня есть 28 частей, ну и, соответственно, будет максимально оттягивать в момент выдачи контейнеров. Забираем контейнер. Я уже ушёл больше в минус, нежели стоит танк. Соответственно, вот так вот! Вот так вот, ребят! Спасла, спасла меня выдача мне TSL 7 Defender и возвращает меня, я бы сказал, к началу прокрута рулетки практически. У меня было 397 200, а сейчас 395 900. Вот 396, будем говорить. То есть я в минусе, грубо говоря, там где-то на 1300 голды. И в целом это в моём случае неплохо, потому что 1300 сейчас делаю прокрут, пускай 2200 округляя, но в любом случае я сейчас забираю себе ещё один талисманчик, забираю себе гарантом тачку. Вот так вот! Вот так вот, ребят! Здрасте, забор покрасьте! На TSL 7 Defender. Ну да, окей, хорошо. Забираем. Но я так понимаю, что это связано с тем, что как раз вот эти талисманы у меня, в принципе... Так, по талисманчикам... Так, сертификат. Ну, я так понимаю, что автоматом выпал просто второй танк, который даёт мне компенсацию. Сейчас посмотрим ради интереса в отношении... Ну да, получается, списались полностью все... Все мои вот эти вот части на TSL. И таким образом обналичивание произошло. То есть это не выпадение машины ещё раз. Ну и давайте сразу, пока мы здесь, откроем контейнер, собери их все, которые я случайно скипнул. Что у меня получается? Да ничего у меня не получается. Просто... Просто дало немножечко освободки и иксов. На этом, в принципе, всё. Для меня дальше крутить рулетку смысла никакого нет. Я вышел в оккуп, грубо говоря, там где-то на 1500 округляя. И в целом я этому доволен. Теперь давайте посмотрим, что у нас получилось по результатам. Я сейчас прокрутил до 8-го прокрута, если я не ошибаюсь, или до 9-го. Какой там прокрут у меня следующий? Десятый прокрут. То есть, получается, 9 прокрутов суммарно сделал. За 9 прокрутов мне выпал всё-таки из контейнера TSL-7. Это, кстати, меня очень сильно удивило. Но бывает такое, что раз в году и палка стреляет. Ну и плюс к тому, я собрал ещё один TSL. Но это я. А в отношении шансов выпадения, как вы видите, шанс выпадения главной награды всё равно составляет менее даже полупроцента. 0.26. Ну, согласитесь, крайне мало. Подняли шансы на всё остальное. Дальше с высокой долей вероятности будут выпадать одни из двух видов контейнеров. Ну и иксы всё равно заберёте. Гадалки не ходи. В общем, ребят, не знаю, кто согласится крутить данную рулетку до конца. Но больше чем уверен, что большого количества игроков явно не будет. Да и я бы не рекомендовал, потому что 25 тысяч TSL-7 не стоит однозначно. Хотя тачка сама довольно интересная, приятная. Мне лично понравилась. И она действительно предлагает абсолютно другой геймплей. Не такой, как у Defender MK. Ну и, честно говоря, по орудию здесь совсем всё по-другому. Здесь 3 снаряда, 3 секунды перезарядки между собой в магазине, 13 секунд перезарядки магазина в целом. Зато накидываете по 225 единиц урона. И всё это с учётом угла склонения орудия вниз, минус 9. Короче, сам TSL-7 стоящая тачка, интересная для любителей СТ. Подойдёт однозначно. Но далеко не для каждого танкиста в нашей игре данная машина будет идеальным танком. Я пошёл снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю везения в прокруте рулеток и открытия контейнеров, если будете этим заниматься. От себя лично, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok